Посмотрите, еще один голодранец. Им что тут, медом намазано что ли? Это видео своего рода флешмоб. Молодой человек, на нем КВНщик, а его выходка шутка. Но в начале недели за прогулки в костюмы Евы полицейские задержали девушку. Она отбивалась и вела себя громко. Подобные инциденты часто происходят осенью. Именно в это время года обостряются все заболевания, в том числе психические. Кстати, статистика по числу больных в России и нашем регионе почти не отличается. Истинных наших психов, больных шизофренией, их ровно столько же. А если говорить о не психотических формах психической патологии, это такие так называемые пограничные расстройства, ну, наверное, слышали это, тревоги, депрессии, неврозы, то их, конечно, у нас побольше, раза в два, чем по Российской Федерации. И неврозы молодеют. Все чаще за помощью обращаются студенты. Из-за нагрузки и ритма жизни их нервная система сбоит. От пограничных расстройств не застрахован никто, а вот шизофрения чаще всего заложена генетически. В Алтайском крае 3% человек с диагнозом шизофрения. В Барнауле с таким диагнозом живет 3000 человек. А это значит, что где-то рядом с нами есть человек, внутри которого живет несколько личностей. Сложнее всего не пациентам с психическими отклонениями, а их родным. Свою историю рассказала нам Марина. Она не захотела показывать лицо, потому что проблема ее мужа – маниакальная ревность. В каждом действии женщина и ее супруг видят попытку измены. Говорю, самое страшное в этом то, что человек в себе нафантазировал, и он живет в мире фантазий и убежден, что он прав, а все остальные хотят ему только навредить. Поэтому он не соглашается на лечение, а он убежден, что мы хотим превратить его в овощ, таблетками. И это нам надо лечиться, а не ему. Пограничные расстройства, неврозы, депрессия тоже могут стать причиной серьезных психических проблем, если вовремя их не заметить. Если вы вдруг стали замечать, что какие-то симптомы у себя, скажем так, что вы стали раздражительны, вы не справляетесь, еще какие-то стали хуже спать, в первую очередь, конечно, нужно за помощью обратиться к специалистам. Речь идет о психологах. Если они помочь не смогут, то психотерапевт назначит более сильное лечение. Секрет психического здоровья, как и любого другого – профилактика. Главное – вовремя прислушаться к себе и понять, что что-то не так. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком.